Домашние задания 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 И вот основное уравнение для этой функции Берется отсортированный список Две части списка First и Rest Отдельно Уже отсортированные Из них строятся отдельные оптимальные поддеревья И еще берется средний узел Node Делить список На две половинки равные Удобнее всего функции SplitAdd Которые делят список на части по индексу Индекс данного случая это длина списка деленная пополам Всегда вторая часть этого списка получится не пустой Потому что то количество элементов, которые я отделяю в левую часть Непременно будет меньше или равно, чем то количество элементов, которое остается в правой части Поэтому могу сразу написать вот такой образец Почему-то очень много решений было, где вот из этого образца Вместо того, чтобы воспользоваться напрямую образцом И сделать сопоставление с переменными First, Node, Rest Вот использовались функции И получалось не то, чтобы неэффективно Тут все хорошо Получалось просто как-то Ну, хуже читается На мой взгляд, такого рода сопоставление с образцом читается очень просто И так вот, естественно А взять, получить вот эту пару А потом выделять из нее первый элемент, второй элемент А потом из второго элемента еще голову и хвост Ну, как-то непонятно, зачем К применению функций Когда можно воспользоваться образцами Я вообще как-то очень за то, чтобы Пользоваться образцами, где только можно Потому что, ну, это Нагляднее, чем применение функций для выделения определенных элементов Почти никто не воспользовался написанием своей функции шоу Для представления дерева Здесь, в общем, естественно В этой задаче как-то вывести в конце работы результат Ну, написали деревень шоу для этого дерева И все, и пусть себе выводится в таком системном виде Ну, системный вывод в данном случае достаточно тоже неуклюжий Некрасивый Здесь вот у меня в этом решении Явно написана функция шоу Функция шоу Функция шоу с 3 Описана здесь И дерево объявлено, что оно является Реализацией класса шоу Ну, то есть реализованы вот эти функции Шоу с 3 И шоу с Шоу с прег Для дерева Ну, собственно Подобная реализация у нас была на лекциях Единственное, что я тут сделал еще Это добавил переходы со строки на строку Чтобы дерево еще печаталось так вот с отступами И с переходом со строки на строку Я пока еще не положил эти решения, естественно, на сайт Но я их тоже положу Наверное, можно будет посмотреть Что тут надо сделать-то, нажать, что ли Вот Вторая задача Про упорядоченную Последовательность целых чисел Без повторений Да Нет, не было То есть, ну, было неправильное решение Которое вместо того, чтобы строить оптимальный список Строило список так, как это в лекциях было показано Не знаю, зачем А вот так, чтобы не сортировать список И построить правильное оптимальное дерево Такого решения не было Да Да, насчет дерева поиска Тут, конечно, действительно есть некоторая тонкость Не очень понятно, что действительно называть деревом поиска Оно может содержать одинаковые элементы Или не может содержать одинаковые элементы Вообще-то В общем случае может содержать одинаковые элементы дерева поиска Но правда тогда нужно очень аккуратно обходиться с равными элементами Для того, чтобы можно было действительно найти все элементы, равные заданному То есть отправлять их заведомо там в правое поддерево Или заведомо в левое поддерево И действительно вот то решение, которое было приведено И которое я считаю правильным И которое очень многие действительно тоже написали Если есть в списке исходном одинаковые элементы То, в общем, непонятно, как их всех найти То есть вот если у меня есть некий элемент в корне И я хочу найти элемент этот и равный ему тоже То вот получается вроде надо идти и в левое поддерево И в правое поддерево Для нормальных деревьев поиска, вообще говоря Это неправильное поведение Действительно, некоторые люди аккуратно вычеркивали вообще повторяющиеся элементы Сортировали и выкидывали повторяющиеся элементы Ну, наверное, это тоже правильно Если это сделано, конечно, осознанно Бесконечные последовательности Ну, тут в основном все справились более-менее нормально Что, какие были ошибки Последовательность факториалов Ну, мало таких было решений Но все-таки были решения, когда все факториалы строились по отдельности То есть вот последовательность строилась таким образом Есть функции вычисления факториала И я для каждого заданного n в эту последовательность вставляю факториал от n Каждый раз вычисляю его заново Разумеется, это неэффективно И за это я карал баллами Потому что, ну, понятно, что последовательность факториала строится гораздо проще Когда каждый следующий элемент строится на базе предыдущего Это понятно Скажем, вот как здесь использование функции SCANL1 Или SCANL Или в конце концов свою собственную функцию Напишите, если не помните про такую хорошую возможность, как SCANL Были люди, которые писали свою собственную функцию Строящую последовательность факториалов Без использования стандартных вот таких вот функций Ради бога, пожалуйста Но только вот не по отдельности их строите Ну, квадраты и кубы, конечно, все построили А дальше начиналось тоже интересно Вот то ли не обратили внимание на то, что последовательность должна не содержать повторений Должна быть без повторений То ли ошибка какая-то была Потому что дальше, очевидно, надо сливать последовательности друг с другом Причем сливать без повторений Вот здесь написаны функции слияния двух последовательностей без повторений Я считаю, что самое простое Это написать вот такую функцию слияния двух последовательностей Ну, когда в случае равенства элементов Только один из них остается в списке А дальше сливаются хвосты Понятно, что в каждой отдельной последовательности Такой повторяющихся элементов не будет Поэтому это, может быть, не очень общая функция В том смысле, что если в исходных последовательностях были повторяющиеся элементы То в результирующей они тоже окажутся Вот для этой функции Но для наших целей она совершенно подходит И, в общем, тоже это совершенно правильно написать таким образом Хотя были и более аккуратные решения, пожалуй Функция слияния двух бесконечно упорядоченных последовательностей Которые даже если в исходных последовательностях были повторяющиеся элементы Выкидывали их Ну, тут уже, значит, пожалуйста, как угодно Более аккуратно или менее аккуратно Ну, после чего три последовательности уже сливаются путем применения просто этой функции два раза Мне, конечно, очень хотелось, чтобы вот эта исходная последовательность была действительно реально построена Чтобы потом было выписано в явном виде выражение Последовательность есть, вот результат слияния трех заданных последовательностей Потому что удобнее и тестировать Ну, просто хотя бы для того, чтобы можно было ее напечатать Ну, там первые, не знаю, сколько, 20-30 элементов Убедиться, что они без повторения, действительно, эти элементы там Кое-где я вот не очень понял То ли это осознанно было сделано, то ли неосознанно Иногда получались все-таки последовательности без фильтрации повторяющихся элементов Ну, я так и не понял, почему Ну, а потом уже действительно n-ный член этой последовательности получать просто с помощью операции взять n-ный элемент Кто-то даже свою операцию для этого написал Ну, все-таки вот про эту-то операцию два восклицательных знака помнить, наверное, надо Взять элемент списка по номеру И, в общем, не переписывать ее заново Не знаю, что еще говорить про эту задачу Тут, по-моему, все более-менее непонятно Задача про умножение матриц Ну, любопытная задача, надо сказать, оказалась Подавляющее большинство решили ее довольно эффективным и хорошим способом Я здесь хочу привести несколько вариантов решения Похуже и получше Ну, первый вариант, который похуже В этом варианте вот напрямую выбирается и это и житый элемент из каждой матрицы И строится такой вот классический цикл Ну, здесь не цикл, здесь вместо цикла получится мэп Но, тем не менее, что-то вроде такого очень классического варианта решения получается Ну, для этого мне нужно написать функции индексации И вот эти функции индексации здесь представлены Итый элемент матрицы М дает итый ряд И житая колонка получается, если взять житые элементы из всех строк матрицы Вот получается колонка Ну и затем мы можем вот уже строить умножение, скалярное умножение векторов Строчки на столбец, просто вот получив эту строчку и столбец из исходных матриц Ну и вот здесь дальше умножение векторов А дальше функция умножения матриц строится на базе этого умножения векторов Вот произведение матриц строится как вот такой вот цикл По и по житой произведение векторов Итой строчки матрицы М1 на житый столбец матрицы М2 По всем и от нуля до какого-то там, для какой-то величины И по всем жи тоже от нуля до какой-то там другой величины Написано достаточно естественно, но не очень эффективно Такого решения я вообще не увидел ни одного Хотя мне казалось, что вот должны быть такие решения Потому что ну это вот такое естественное Естественное очень решение Взять итую строчку, житый столбец, перемножить Тем не менее ни одного такого решения я не увидел Может быть еще не все решения просмотрел Второе решение Такое предлагается Все-таки написать функции более аккуратно Не вырезая явным образом строчку и столбец Вот одна функция Это умножение числа на вектор Ну понятно, как это делается Просто вот берется число и умножается на все элементы вектора С помощью MAP Дальше можно написать функцию, которая умножает строку на матрицу Ну для этого нужно умножать число на вектор с помощью функции мульт С И вот это проделывать несколько раз и свернуть результат В результате получится умножение строки на матрицу Ну и наконец произведение матриц получить Как MAP вот этого произведения строки на матрицу По всем строкам матрицы M1 Каждую строчку умножить на матрицу Здесь конечно вот самый сложный элемент программы Это умножение строки на матрицу То есть вот понять, что действительно это может оказаться полезным Умножить строку на матрицу И это можно сделать достаточно эффективно Это эффективное решение Я его хочу просто показать, продемонстрировать Опять же, подобных решений я от вас не получал Не знаю, хорошо это или плохо В основном все пользовались решением Подобным тому, как вот здесь вот В третьем решении Когда вторая матрица транспонируется И тогда вместо того, чтобы умножать строчку на столбец Умножают строчку на строчку Что, конечно, действительно удобно Правда, предварительно надо вот эту вторую матрицу транспонировать В этом случае Есть стандартная функция Transpose Вот здесь она импортируется И с помощью нее производится транспонирование Очень многие так и сделали На самом деле, такую функцию несложно и самому написать Некоторые сами написали функцию транспонирования матрицы Пожалуй, надо было мне тоже ее представить Все-таки она такая сама по себе Любопытная функция получается Ну, так или иначе, я вот этого не сделал Просто использовал стандартную функцию Ну, а тогда уже, если у меня есть вот эти строчки И столбцы, которые после транспонирования превратились в строчки То уже скалярное произведение векторов Описывается, как и раньше С помощью zip-виз Ну и после этого строчка на столбец умножается уже Таким вот обычным образом С помощью очень простого мэп Вот используется функция Умножения, скалярного перемножения векторов здесь внутри Ну, подобное решение довольно многие представили Ну и, наконец, последняя задача В которой надо было построить бесконечную матрицу Тоже довольно много решений я получил Вот практически совпадающих с тем, что у меня здесь написано Хотя были разные решения Что мне здесь хочется сказать Мне кажется, что здесь очень естественно воспользоваться построением вот этих вот бесконечных списков Ну, примерно так, как мы строили последовательность чисел Фибоначчи, завязывая узлы То есть, используя саму вот эту последовательность как базу для наращивания этой последовательности Во всяком случае, использование функций высших порядков тех или иных Мне кажется здесь совершенно естественным Несколько решений я видел, где вот это построение ведется чисто рекурсивными функциями Это достаточно эффективно получается Но, по-моему, не так наглядно Потому что получаются довольно длинные такие вот рекурсивные функции Где всякие сложения, умножения делаются совершенно неочевидные Некоторые вообще написали формулу Что именно стоит на итем-житом месте этой матрицы Ну, можно найти, конечно, такую формулу И потом сгенерировали вот эту матрицу с помощью такой формулы Ну, в этом случае каждый элемент получается с помощью нескольких там сложений и умножений В принципе допустимо Получается тоже скорость работы линейная по размеру этой самой матрицы строящейся Но, по-моему, вот все-таки нагляднее и в каком-то смысле проще решение где Первая строчка строится с помощью функции скан L Просто берется последовательность от единицы и так далее И наращивается Потому что каждый следующий элемент первой строчки Отстоит от предыдущего на очередное число На 1, на 2, на 3 и так далее Ну, то есть вот функция сканирования со сложением Как раз и дает из натурального ряда вот эту первую строчку Ну, а уже из первой строчки следующие получаются совсем просто Надо просто сдвинуть строчку вперед и увеличить все элементы на единицу Так что вот следующая строчка может быть получена с помощью функции next Которая увеличивает на единицу хвост предыдущей строчки Ну и после этого вся матрица уже получается Применением вот этой функции next Последовательно, начиная с первой строки и дальше, и дальше, и дальше Мне кажется, что получается достаточно короткое и наглядное решение И гораздо более наглядное, чем строить эти элементы С помощью каких-то вот сложений и умножений рекурсивных функций Но, конечно, это надо иметь какую-то привычку Пользоваться вот этими функциями высших порядков Чтобы это действительно казалось естественным Что когда вот вы видите, что у вас есть некая регулярная последовательность То вот ее можно построить не вычисляя отдельные элементы Не выписывая какие-то сложные рекурсивные зависимости А вот с помощью функций подобных SCAN-L Или там ZIP-WIZ Или вот построение, как завязываются узлы в потоках Наверное, к этому нужно получить какую-то привычку Но у нас с вами вот не очень много упражнений Собственно говоря, уже все на предыдущих лекциях Мы с вами язык Haskell Ну, ту часть, которую я хотел рассказать Я уже рассказал полностью Дальше уже никакого Haskell вообще не будет Так что, ну, правда, домашние задания еще останутся на язык Haskell Еще два следующих домашних задания Это на программирование в чистом виде на языке Haskell А мы потихонечку в лекциях будем двигаться дальше Ну вот не знаю Как-то пытайтесь привыкать к этому функциональному стилю Потому что мне очень хочется, чтобы вы почувствовали, что такое функциональный стиль И по возможности применяли его не только в функциональных языках Но, может быть, и в других каких-то языках По крайней мере, не знаю Мне в своем таком практическом опыте вот это знание помогает Начинаешь писать некоторые запросы там в C-шарпе И вот иногда хочется действительно взять функцию Куда-то там ее передать И, по-моему, получается достаточно наглядно, эффективно и просто Так что это все, наверное, не зря Ну вот, я готов, собственно, перейти к лекции Разумеется, Haskell далеко не единственный функциональный язык программирования Я сейчас, сегодня хочу рассказать про две еще системы Или два языка функционального программирования Один, самый первый язык функционального программирования Едва ли не самый первый язык вообще Ну ладно, Fortran все-таки, как язык программирования, был раньше сделан Но вторым появился Лисп И это действительно в момент создания был языком функционального программирования Правда, с тех пор появилось очень много разных вариантов Лиспа И от функционального программирования он немножечко ушел Хотя определенные черты функциональные в нем остались Я расскажу чуть-чуть о языке Лисп Именно с точки зрения функционального программирования Средств функционального программирования, которые в этом языке есть Как он был задуман и сделан Джоном Маккарти в 60-м году Язык Лисп имеет различные данные, с которыми работают программы И эти данные имеют два разных вида, две разных формы представления данных Под названием атом и список Атом это, ну, как следует из названия, что-то такое атомарное Что нельзя разбить на составные части программными средствами Соответственно, список это что-то, что можно Что имеет какую-то внутреннюю структуру и можно разбивать на части Значением атома может быть число, может быть логическое значение Может быть функция Изначально любой атом означает самого себя Ну, что это означает на самом деле? Ну, вот иногда атом может обозначать число Потому что, например, он просто представлен как число Вот атом 1, 2, 3 обозначает самого себя и представляет число 123 Ну, в некотором смысле этот атом действительно обозначает самого себя Атом А изначально ничего не обозначает, кроме самого себя Просто атом То есть сами атомы являются в каком-то смысле значениями Так вот, атомы обладают значениями То есть они могут служить в качестве В качестве переменных Которые имеют определенное значение Список это такая составная структура Ну, на самом деле есть еще такое понятие, как точечная пара Но я про него не буду говорить Список это вот последовательность других элементов Может быть списков, может быть атомов В отличие от Хаскела, в этом первом языке лисп Списки были не структурированы Не однородные То есть элементы списка могли быть самыми разными Ну, вот здесь первый пример Список, состоящий из единственного атома А Второй пример Список, состоящий из трех атомов Плюс 12 и 25 Третий пример Список, состоящий из трех элементов Причем первый элемент атом Второй список из двух элементов Из двух атомов Третий список из трех атомов Ну и, наконец, последний пример Это пустой список, не содержащий ни одного элемента Единственный список, который одновременно является и атомом В частности, вот атом Нил как раз обозначает такой пустой список. Пустой список имеет два обозначения в языке ЛИСП в виде пустого списка и в виде атома Нил. На самом деле это одно и то же. Единственный список, который является атомом. Некоторые из атомов представляют функции, то есть обозначают функции. Например, атом плюс может иметь своим значением функцию сложения. Если значением атома является функция, то понятное дело, что вот этот атом, точнее вот эту функцию, это значение можно применить к аргументам. И вот представление в виде списка, в котором первым элементом является функция, ну в частности атом, значением которого является функция, это вычисляемый список. Значит, значение атома можно вычислить, если атом имеет значение. И список тоже можно вычислить. Список сам по себе объект, но можно еще и вычислить список. И сама программа на самом деле тоже представлена в виде такого вычислимого списка. Вот это, пожалуй, такая наиболее интересная особенность языка. В нем вот такой классический объект, как объект-список, в то же время является программой, которую можно вычислить. Это позволяет на самом деле легко переходить от объектов к программам. Можно в программе построить список, а потом взять его, вычислить. То есть, эту функцию применить. Функции, которые мы строим, отдельные функции, не только вся программа, но и отдельные функции, построенные программистом, тоже представляются списками. Поэтому в Лиспе нету такой границы между, четкой границы между данными и программами, данными и функциями. Всегда можно перейти от данных к функции. И, в общем, любая функция, ну, кроме встроенных функций, на самом деле представлена списком. Ее можно трактовать как список. Это, в общем, определило такую область применения Лиспу, почему, собственно, язык живет до сих пор. Он чаще всего применяется в разных системах искусственного интеллекта, где знания наращиваются. Потому что программа может легко нарастить себя, легко построить какие-то части. Ну вот, если мы хотим вычислить список, то мы применяем первый элемент к списку аргументов. Это вот оставшийся список, хвост списка. Список без первого элемента. В данном случае функция плюс применяется к списку аргументов 12 и 15. Никакого каринга в Лиспе нету. Функция применяется к списку аргументов. В этом смысле всегда тоже аргумент один, но этот аргумент может быть списком или атомом. В данном случае у функции плюс аргументом является список из двух значений 12 и 15. И если бы мы описывали эту функцию плюс, мы бы ее описывали именно как функцию от списка из двух элементов. Разумеется, если элемент сам является списком, вот как здесь, то он тоже вычисляется. Лисп – энергичный язык. Про ленивые вычисления тоже в те времена, в общем, никто еще не знал, не изобрели ленивых вычислений. Да и, в общем, эффективность ставилась во главу угла тогда. Поэтому все аргументы вот эти, перед тем, как их передавать в функцию, вычисляются энергичным образом. Ну и здесь вот сначала вычисляется 12 минус 5, функция минус применяется к списку из 12 и 5. В результате получается семерка, и затем уже плюс применяется к этой семерке и 15. Да? Есть… Нет, все определяется формой. Если скобок нет, то это не список, то это… Тогда это атом. У вас применяется к списку из двух элементов? У нас 12, надо ли выявить этот список? Значит, берется исходный список, он состоит из головы и хвоста. Голова – это плюс, хвост – это список из двух элементов 12 и 15. Вычисление функции происходит так. Голова применяется к хвосту. Ну, я вот сказал, что я не буду ничего говорить про точечные пары. Но уж раз речь об этом зашла, давайте скажу, что любой список… Один, два, три. Так, тут ничего не видно. Один, два, три. На самом деле, это сокращенная запись для такой точечной пары, когда есть список из головы, единица, и через точку, хвост. А хвост – это тоже, соответственно, голова, точка, список. Голова, точка… Но здесь хвост – это пустой список, нил. Так что вот список из элементов 1, 2, 3 – это на самом деле вот такие точечные пары. Ну, если хотите, можно написать, что любой список не пустой. Любой не пустой список – это голова, точка, хвост. А хвост, в свою очередь, может быть списком. Это как в Хаскеле с двоеточием? На самом деле, как в Хаскеле с двоеточием, да, очень похоже. Ну, любой список в любом функциональном языке программирования практически – это голова и хвост. Просто как-то здесь вот я хотел обойтись без этого вот явного упоминания такого синтаксиса, как точечная пара. Ну, раз уж возник такой вопрос, то вот все-таки список плюс 12, 15 – это голова плюс, и список из 12 и 15. И вот голова применяется к хвосту. Разумеется, есть всякие специальные встроенные функции, которые работают и неэнергичным способом. Например, функция условного вычисления. Ну, вот в ранних версиях Лиспа была такая функция конд. По-моему, потом как-то от нее немножко ушли. Функция, которая имеет своим аргументом список из произвольного количества элементов. Каждый элемент этого списка – это пара условия и, как сказать, не знаю, заключения. И работает функция конд следующим образом. Вычисляется условие, если оно оказывается истинным, если в результате вычисления получается не ложь, а в Лиспе ложь – это пустой список, а все остальное, все, что не пустой список – это истина. Поэтому, если в результате вычисления получается истина, то есть не пустой список, то тогда вычисляется вот эта вторая половинка, заключение, и все на этом прекращается. То, что получилось, является результатом этой функции. Но это условное выражение. Если ложь, тогда продолжаются вычисления. Берется следующая пара, снова вычисляются условия и так далее. Очень часто в конце пишется Т. Т – это вот такой атом, который обычно означает истину. Но вообще-то это любой, здесь может быть любое значение, которое не является пустым списком Нил. Оно сыграет роль истины. Ну, и это как бы вот otherwise. То, что у нас в Хаскеле называлось otherwise. В противном случае. Ну, в данном случае вот это условие выдает минус единицу, если Х меньше У, ноль, если Х равен У, и единицу, если Х больше У. Такая вот функция Компеа. Т – это резервированный атом, но его значением является сам этот атом. Это атом такой вот, который не является пустым списком, и он чаще всего используется именно как истина. Но мы могли бы здесь написать, вообще-то говоря, все что угодно. Что-то, что не является пустым списком. Значением А является тоже сам атом А по умолчанию. Ну, просто принято использовать Т, у него такое вот зарезервированное значение. Истина. Ой. Еще одна любопытная специальная функция – функция Quote. Я уже сказал, что списки могут вычисляться, то есть быть частью программы, а могут быть просто элементом данных. Вот иногда хочется, чтобы в программе список выступил именно как список, как элемент данных. В этом случае нужно его закавычить, как бы взять в кавычки. Список как значение. Функция Quote, или вот ее более короткое обозначение в виде такого апострофа, закавычивает свой аргумент, не вычисляет свой аргумент. Вот в отличие от обычных функций, специальные функции, такие как Cond или Quote, они по-особому работают со своими аргументами. Quote, в частности, вообще свой аргумент не вычисляет, а просто выдает его в качестве объекта, в качестве результата. Cond вычисляет, но вот не сразу все свои аргументы, а как бы это сказать, по очереди, и обрабатывает их особым образом. Специальные функции. Ну вот еще такая специальная функция LED, которая на самом деле вводит блок. В этом блоке, похожем на блок LED в языке Haskell, где тоже вводятся некоторые обозначения, и затем в контексте введенных обозначений вычисляется выражение. Здесь тоже это функция, с помощью которой можно ввести обозначение и вычислить выражение. Только здесь выражение записывается сначала, примерно как в конструкции ВР в Haskell, а потом вводятся такие вот пары обозначения, и что обозначает эта переменная, что является значением этой переменной. В данном случае я вычисляю функцию факт от 5, где значением факт будет вот такая функция. Функции вводятся естественным образом с помощью лямбдовыражений. Ну что такое лямбдовыражение, вы тоже хорошо понимаете. На самом деле лямбдовыражение в Лиспе – это тоже список, первым элементом которого является специальный атом лямбда. Это вот такой список, который на самом деле обозначает функцию. Здесь определяется функция. Аргумент этой функции всего один, n. Значит, список аргументов представлен только одним элементом n. И дальше тело описывается, ну такое более-менее стандартное. Если n равно 0, то единица, иначе умножаем n на рекурсивный вызов факт n-1. Это факториал на языке Лисп. Ну и затем вот применяется этот факториал к какому-то числу. На самом деле, вот уже из этого примера видно, что даже довольно коротенькие функции выглядят, ну так вот, такими трудно читаемыми. Скобок очень много, потому что все кругом одни списки. На самом деле, Лисп не очень предназначен для того, чтобы писать на нем программы вручную. Он очень хорошо подходит, как раз, в силу именно своей такой простой структуры программ, для того, чтобы программы создавались, генерировались. Потому что программа или функция – это список. Поэтому, естественно, будет именно генерировать автоматически такие программы. Лисп или какие-то его диалекты очень часто являются компонентами систем, которые автоматически строят те или иные программы. Ну вот, в архитектурных всяких там кад-системах и всяких рисовальных очень часто в качестве языка программирования внутреннего используется какой-нибудь диалект Лиспа. и рисуя те или иные вещи в такой системе, мы на самом деле создаем программу, которая вот и будет отрисовывать, там, не знаю, те или иные объекты. И это все очень удобно делать на Лиспе. Ну что еще про Лисп можно рассказать? Разумеется, там есть обычная арифметика, арифметические функции, функции сравнения и все такое прочее. Есть вот набор специальных функций, про которые я немножко рассказал, которые ведут себя несколько нестандартно, они не вычисляют сначала свои аргументы, а как-то там по-другому их обрабатывают. Разумеется, есть функция обработки списков. Никаких образцов в Лиспе нету, поэтому все списки строятся и разбираются с помощью функций. Вот три таких специальных, ну нет, ну как раз уже не специальных функций, а три функции основных, три основных функций обработки списков. Кар, Кудр и Конс. Кар – это на самом деле голова, это то, что в Хаскеле называлось Head. Кудр – это то, что в Хаскеле называлось Tail. Да, произносится именно Кудр. Не могу сказать, почему именно так произносится, но вот такая традиция есть. И Конс – это хаскеловское двоеточие, функция, с помощью которой можно голову присоединить к хвосту. Вот с помощью этих трех функций списки строятся и разбираются. Почему такие странные названия Кар и Кудр, ну так исторически сложилось. То есть та реализация, которую Маккарти предложил вместе с описанием языка, была сделана на машине, в которой в процессоре было два быстрых регистра. Один назывался адресный регистр, address register, а второй назывался декрементный регистр, регистр, в котором там автоматически при исполнении циклов уменьшалось, уменьшалось значение на единичку, счетчик такой. Назывался декрементный регистр, decrement register. И сокращение Кар – это просто contents of address register, а Кудр – это contents of decrement register, то есть содержимое адресного регистра и содержимое декрементного регистра. В реализации списки, естественно, были представлены ссылкой на голову и ссылкой на хвост, и при обработке списков вот эта пара голова-хвост как раз выкладывалась в процессор в эти два регистра, в адресный регистр и декрементный регистр. Адресный регистр содержал ссылку на голову, декрементный – ссылку на хвост. Ну и поэтому вот так, не мудрство и лукаво, и были названы эти две функции. Содержимое адресного регистра – это голова, содержимое декрементного регистра – это хвост списка. Ну, в этом смысле это уникальный язык, хотя, в общем, все знают, что такое кар и кудр, работая со списками. Вот эти два обозначения все-таки живут до сих пор, хотя в языках практически уже не используются, только в прямых наследниках Лиспа. Ну, соответственно, если я возьму атом А и список ВС, и не вычисляя, соединю их с помощью функции конс, то вот получу список АВС. Любой список можно построить с помощью конс, если мы начнем с пустого списка и будем последовательно присоединять к нему элементы, ну, так же, как и в Хаскел, конечно же. Функции кар и кудр выделяют голову и хвост списка, соответственно, первый элемент и остаток списка без первого элемента. Нету никаких способов индексации списка, взятия там какого-нибудь н-ного элемента списка, таких функций не предусмотрено в стандарте. Тем не менее, довольно часто требуется взять второй элемент, третий элемент, или взять второй элемент второго элемента списка, если элементом списка тоже является список. Поэтому частенько требуются вот такие вот сочетания, кар от кудр. Вот кар от кудр – это второй элемент списка. Кудр берет хвост, и из хвоста взберется первый элемент. На самом деле, последовательности могут быть достаточно длинными, поэтому единственное, что в лиспе есть, это некие сокращения. Вот функция кддр – это сокращение от кар, от кудр, от кудр. То есть в данном случае это третий элемент списка. Ну и, конечно, могут быть любые другие сокращения кдд, а, ддр и так далее. А вот здесь используемые закавычивания документов? Закавычивание я здесь использую для того, чтобы этот аргумент не вычислялся. Если бы я убрал кавычку, тогда аргумент функции подлежал бы вычислению. И это означало бы, что я должен применить функцию а к списку из b, c и d. Может быть, но тогда я должен именно сказать, что вот он не вычисляется. Примените ему специальную функцию quote. Система всегда пытается вычислить список. Есть вот он не закавыченный. И пытается применить первый элемент голову-хвосту. Если голова функцией не является, то это ошибка. Поэтому все списки, которые в программе в явном виде присутствуют, их нужно закавычивать. На самом деле это не так уж часто случается. Не так уж часто мы в программе используем в явном виде те или иные списки. Ну вот здесь я показал, каким образом я собираю изображение функции лямбда-выражения из отдельных частей. Вот если у меня есть отдельно тело, отдельно список аргументов и отдельно атом лямбда, то я могу из этих частей с помощью функции cons собрать список, который является на самом деле лямбда-выражением. Если я такой список соберу, то я потом могу его вычислить, его применить. То есть если некоторая переменная будет в качестве значения обладать вот таким лямбда-выражением, то это лямбда-выражение может быть применено к списку аргументов. И это вот и есть такой пример динамического построения функций, построения программы. Разумеется, в ЛИСПе есть ряд встроенных функций высших порядков и легко определять функции высших порядков, ну просто потому что функция это такое же значение, как и все остальное, поэтому можно работать с функциями так же свободно, как в любом функциональном языке программирования. Ну вот, например, здесь определена функция MAP. Ну еще одна специальная функция DEFINE, которая служит для того, чтобы просто независимо ни от чего определить значение для некоторой переменной. Функция MAP представлена в виде лямбда-выражения. Два аргумента F и L. Ну понятно, F это функция, которая применяется к каждому элементу списка, L это сам список. Если L не пустой, если L это не пустой список, он может сам по себе служить значением истины. Если L не пустой, тогда применяем F к голове этого списка и присоединяем результат к результату рекурсивного обращения к MAP. В противном случае, то есть если список пустой, результат тоже будет пустым списком. Все очень похоже на то, как мы это программировали раньше, но только вот с использованием не образцов, а явных функций, которые проверяют, там, пустой список или не пустой список. Ну и, конечно, да, вот форма записи, содержащая большое количество скобок. Если я определил функцию MAP, я могу применять ее, опять же, взяв произвольную функцию, например, функцию, которая изображена вот этим списком, лямбда-выражением. Это функция, увеличивающая свой аргумент на единицу, функция плюс один. Я ее применяю к списку числовому 1, 3, 8, получаю список 2, 4, 9. Формы записи на самом деле менялись от диалекта к диалекту. Если мы используем функции как значение, то возникает один очень важный вопрос. Ну вот, здесь функция работает со своим аргументом и с числом 2. Это обычная функция, определенная в виде такого лямбда-выражения, и никаких проблем с ее использованием, в общем-то, не возникает. Если мы вызываем эту функцию, то есть применяем ее к некоторому аргументу, то происходит связывание фактического аргумента, в данном случае вот этой вот тройки, с элементом X. Если мы применяем вот эту функцию к тройке, то X связывается с тройкой, после чего значением этого аргумента X в теле становится 3, и мы можем вычислить умножение 2 на X. X становится, X теперь будет обладать значением 3. Ну и при вычислении мы получим шестерку. Однако в теле функции могут встречаться и глобальные атомы, атомы, которые не являются никакими там параметрами и не определены никак в теле функции с помощью лет или каким-нибудь еще другим способом. Вот, например, такая функция, функция, которая свой аргумент умножает на некоторый Y. В момент определения, что такое Y, может быть, вообще говоря, неизвестно. Как тогда поступать в случае, если такая функция применяется к аргументу? Да, ну понятно, что фактически аргумент будет связан с X. А вот откуда взять значение Y? И вообще говоря, существует два различных подхода. Один подход статический. Можно сказать, что вот в тот момент, когда функция определяется, в том контексте, где написано вот это лямбда выражение, Y должно быть определено, и в этот момент происходит связывание. Не в момент вызова, а вот в момент определения функции. Все глобальные переменные, все те атомы, которые используются в теле функции и не определены в нем, вот именно в этот момент должно происходить связывание. Второй подход динамический. Связывание происходит в момент вызова функции. Вот когда функция начнет работать, вот тогда мы и посмотрим в этот момент и в этой точке, что из себя представляет Y. Эти два подхода приводят, в общем-то, к совершенно разным программам. У этих подходов есть свои недостатки и свои преимущества. Динамический подход хорош тем, что он, во-первых, просто реализуется. Мне не нужно никак фиксировать связывание глобальных атомов в момент определения функции. Определил и определил, там какой-то есть атом и хорошо. Когда будет функция вызвана, тогда вот мы и посмотрим, что означает этот Y. И на самом деле первые реализации ЛИСПа именно применяли вот этот подход с динамическим связыванием. Однако потом было замечено, что на самом деле это разрушает определенные принципы функционального программирования, да и вообще программирования как такового. Потому что одна и та же функция получается в разных контекстах, имеет разный смысл. Если атом связан с разными значениями, то функция, одна и та же функция, вызываемая в разных контекстах, будет иметь разный смысл. Это нарушает чистоту функционального программирования, при котором мы считаем, что вот если только нет никакого явного индетерминизма, если все функции действительно детерминированы, то всегда, применяя одну и ту же функцию к одним и тем же аргументам, мы получим одно и то же значение. Если связывание происходит статически, то этот принцип соблюдается. И поэтому в более поздних реализациях, в общем, было сказано, что вот нет, принимается вот этот подход, статический подход. Это означает, что вот нужно явно в момент определения функций связывать глобальные переменные. Говорят, что образуется замыкание функции. Когда тело, к телу прибавляется еще и смысл ее глобального контекста. Тело связывается с контекстом функций, в котором он определен. Иногда даже специальные функции применялись вот для связывания. Вы можете почитать литературу, посвященную этому вопросу. Иногда это называется проблема функционального аргумента или фан-арг проблема. И функция фан-арг, которая тоже в некоторых версиях Лиспа использовалась, вот она как раз предназначалась для того, чтобы образовать функциональный аргумент, образовать из функции значение со связанным контекстом, образовать замыкание из функций. Иногда использовала специальная функция function. Если вместо quote использовать function, то происходит связывание, замыкание функции. То есть не просто получается вот некоторый список, как лямбда выражения, а вот происходит замыкание, список связывается с контекстом, функция связывается с контекстом. На самом деле этот вопрос возникает при реализации любого языка программирования. Если у меня есть функция в теле, которой используются глобальные аргументы, если язык такое допускает, какие-то глобальные значения, то нужно понять, в какой момент и как происходит связывание, происходит замыкание. Мы потом будем говорить о реализации функциональных языков программирования, и вот там увидим, как и в какой момент действительно из функций образуется связывание. Вот это вот замыкание, в какой момент происходит связывание. Ну, если подводить некоторые итоги, я, конечно, не очень подробно рассказывал про язык ЛИСП, то можно отметить следующие особенности. Ну, во-первых, простой синтаксис, который позволяет легко автоматически строить программы. Ну, правда, затрудняет чтение программ человеком. Зато очень хорошо позволяет разбирать и анализировать программы, опять же, автоматически, с помощью каких-то других программ. Можно и строить программы, и легко анализировать программы. В ЛИСПе применяется энергичная схема вычислений. Если только не оговорено противное, если это не специальная функция, то все обычные функции реализуют энергичную модель вычислений. При вызове сначала вычисляются аргументы, потом эти аргументы связываются со списком формальных аргументов, и затем уже происходит работа тела функции. Язык этот очень старый, в нем нету никаких вещей, которые появились позже. Например, нету понятия образца или конструктора, с помощью которого создаются вот такие специальные конструкции, которые потом можно разбирать. Есть только списки. Можно создавать списки, можно разбирать списки. То есть есть вот такой примитивный конструктор. Конс один единственный по существу, и единственные две функции для разбора – кар и кудр. Зато в ЛИСПе, как и во всех последующих функциональных языках, есть возможность работы с функциями высших порядков, просто потому, что функция является обычным значением. Более того, в ЛИСПе с функцией можно делать многие такие вещи, которые нельзя делать в других функциональных языках. Например, функцию рассмотреть как список и разбирать ее. Ну, правда, если функция уже связана, если уже образовано замыкание, то, наверное, такую функцию уже будет не разобрать на части. Ну, и вот такая самая главная особенность ЛИСПа, которая определила живучесть языка – это вот такая динамичность построения. Можно фрагменты программ строить прямо в ходе выполнения программ. Ну, а так, в общем, да, вот можно определять свои переменные, можно образовывать блочную структуру с помощью блоков LED, когда я определяю на одном уровне переменные, потом вхожу внутрь и определяю на более глубоком уровне переменные и так далее, и так далее, что, собственно говоря, и позволяет мне использовать определение функций с глобальными переменными. То есть есть блочная вложенность, блочная структура. ЛИСП явился прародителем всех функциональных языков программирования, хотя, конечно, сильно эволюционировал, и сам ЛИСП, и его диалекты, ну и, разумеется, другие языки, которые в каком-то смысле построены на базе ЛИСПа, но вот из языка ЛИСП очень многое пришло в другие языки программирования. Лямбда-выражения, сам ЛИСП был построен на лямбда-нотации черча, и вот во всех языках программирования функции определяются с помощью лямбда-выражений, то есть тоже в каком-то смысле базируются на вот этом лямбда-исчислении, лямбда-нотации черча, ну и так далее. То есть вот следы ЛИСПа есть практически во всех функциональных языках программирования. Хотя бы поэтому он заслуживает некоторого рассмотрения. Вторая система функционального программирования, которую я хочу рассмотреть, это так называемая система ФП, система комбинаторного программирования, которая была изобретена Бекусом в 1978 году. Очень интересная вообще история. Джон Бекус в 60-е годы, в начале 60-х годов, был одним из авторов, едва ли не главным автором языка Алгол-60, который, в свою очередь, послужил основой для большого количества обычных императивных языков программирования. Ну, если так вот проследить немножко, на основе Алгола-60 был построен Паскаль. На основе Паскаля, и, может быть, на основе Алгола-60, был построен Си. На основе Си, Си плюс плюс, Джава. То есть многие языки императивные, которые мы сейчас пользуемся, на самом деле были построены на языке Алгол-60, изобретенным Джоном Бекусом где-то вот в начале 60-х годов. Ну, 62-й год – это вот первый стандарт языка Алгол-60. Вот. И, казалось бы, такой вот человек, который занимался исключительно императивными языками программирования, вдруг в 78-м году сказал, что нет, вот языки императивные исчерпали себя в 78-м году. Мы сейчас только начинаем говорить, что вот последовательные языки имеют определенные недостатки, потому что быстродействие машин подошло к своему пределу, и вот надо какие-то другие подходы развивать. В 78-м году Бекус сказал, все, императивные языки исчерпали себя, надо переходить к другим средствам, и вот функциональные языки – это то, что надо. Переменная – это зло, присваивание – это зло, надо от этого избавляться, надо изобретать системы, не содержащие присваиваний. И вот предложил некую систему комбинаторного программирования. Это, собственно говоря, не язык, а некий подход, некоторая система, в которую можно вложить, на основе которой можно построить настоящий язык программирования. Ну, некий модельный язык мы сейчас тоже построим, потому что надо говорить все-таки о каком-то языке, а не просто о системе. И вот надо сказать, что именно с этого момента, с 78-го года, и начинается бурное развитие функциональных языков. В частности, вот статья Бекуса очень сильно подтолкнула к этому. Ну, вообще, вот примерно в это время такое пошло брожение в сторону создания функциональных языков. До этого времени практически кроме Лиспа ничего и не было. Начиная где-то вот с конца 70-х годов, в 77-й, 78-й год, начинает появляться большое количество функциональных языков. И вот примерно тогда и появились непосредственные предшественники Хаскела. Такие языки, как ML, Miranda и прочие. Что это за система такая FP? И что такое комбинаторное программирование вообще? В комбинаторном программировании вообще ничего нет, кроме комбинаторов. А комбинаторы – это функции, у которых и аргументы тоже являются функциями, и результаты функции. В этом смысле это чистая система. В ней вообще ничего не говорится об объектах. В программах объекты никак не представлены. В программах есть только комбинаторы. С помощью комбинаторов мы из одних функций, базовых, строим другие функции. И любая программа – это вот комбинация, построенная с помощью комбинаторов из функций. Получается вот такая система комбинаторного программирования. Таким образом, в самой системе набор констант вообще говоря не определен. То есть подразумевается, что какие-то константы есть, и когда мы говорим про конкретный язык, то мы, конечно, будем говорить о том, с какими значениями этот язык, вот эти программы будут работать. Но в самих программах константы участвуют только так опосредованно. С помощью тех или иных констант можно задать определенные функции, но не более того. Предполагается, что все-таки есть некий набор, такой вот нормальный набор констант, такой как целые числа, логические значения, что можно строить списки, но об этом чуть позже. Поскольку мы работаем исключительно с функциями, то ленивые вычисления на самом деле фактически нам не нужны. Ленивые вычисления служат для того, чтобы задержать вычисления тех или иных выражений. Но если аргументами являются только функции, то в общем вполне можно иметь энергичную модель вычислений. Поэтому Бекус считает, что в комбинаторном программировании вот в этой системе все функции строгие. Они все должны вычислять значения аргументов, прежде чем они могут быть применены. Если значение какого-либо аргумента не определено, то и значение функции не определено. Сейчас мы увидим, как можно обойтись энергичными вычислениями даже в таких вещах, которые, казалось бы, не могут подразумевать энергичных вычислений, но таких как условные вычисления, if. Уж функция if-то должна быть ленивой хотя бы по каким-то аргументам. Однако нет, вот здесь мы увидим, что даже функция if на самом деле энергичная. определим несколько базовых комбинаторов, которые входят в систему. Практически все они вам хорошо известны. Ну, почти все. Вот такой комбинатор, как композиция. Если есть две функции f и g, то можно определить их композицию. Ну, поскольку Бекус не создавал язык программирования, то он, в общем, обозначение использовал достаточно вольно. Этот кружок, это такое стандартное математическое обозначение для композиции. На клавиатуре такого значка нету, символ такой есть. Но, в общем, Бекус совершенно не заботился о том, чтобы вот эти программы можно было набирать с клавиатуры. Это система, а не язык. Композиция f и g. Внизу пояснение, как она работает. То есть, если композицию f и g применить к x, то это все равно, что сначала применить g к x, а потом к результату применить f. Ну, это понятно. Но, на самом деле, вот то, что здесь внизу написано, это не часть программы. В программах такие обозначения не встречаются. Вот такого применения функций к аргументу на самом деле нету. Все программы и все функции строятся таким вот комбинаторным способом. Это не более, чем пояснение. Вот условный комбинатор. Из функций f, g и h с помощью этого комбинатора строится новая функция. Вот здесь f играет роль условия, g – это то, что после then, h – это то, что после else. Но на самом деле и f, и g, и h – это функции. И то, что построено, это тоже функция. Если вот такое условие, то, что собрано из этих трех функций, применить к какому-то аргументу, это, опять же, некоторое пояснение, а не часть программы, то работать это будет следующим образом. Мы сначала действительно применим функцию f к этому аргументу. Если то, что получится, это получится истинное значение, значение истины, то тогда функция g применяется к аргументу x, функция h не применяется. Если ложь, то h применяется к x. Ну и поскольку еще это строгие функции, нужно предусмотреть еще, а что получится, если f от x не определено. Например, сам аргумент x не определен или f не вычислимо. В этом случае считается, что и все значение не определено, поскольку это строгая функция. То, что получается. Ну вот, как видим, сами f, g и h можно вычислять энергичным образом. Другое дело, что применение функции g или h получается уже только одно из двух, либо g применяется к аргументу, либо h применяется к аргументу. Таким образом, происходит задержка вычислений с помощью функций. Это, в общем, тоже такая стандартная вещь. Мы можем говорить о том, что мы задерживаем вычисления, а можем говорить, что мы запроцедуриваем вычисления. То есть, рецепт вычисления строится просто построением функции, у которой телом будет, ну вот, то, что мы задерживаем. Все ленивые вычисления здесь строятся вот с помощью такого запроцедуривания. Мы строим функцию, которая образует рецепт вычислений. И вот поэтому даже такая вещь, как условие, можно таким вот образом реализовать. Еще один комбинатор, который строит константную функцию. Считается, что если у меня есть некоторые константы, то я в программе могу ввести функцию, значением которой будет эта константа. И изображаться это будет как подчеркнутая константа. Подчеркнутая константа – это не сама константа, это функция, которая, будучи примененной к любому аргументу x, выдает саму эту константу. Правда, опять же, поскольку эта функция строгая, то может оказаться так, что вот этот аргумент неопределен. И в этом случае сама функция тоже выдаст неопределенное значение. Так что, наверное, нельзя сказать, что вот эта функция, подчеркнутая k, всегда выдает k, смотря к чему применить. Если применить ее к чему-нибудь, что определено, то да, эта функция выдаст значение k. А если к чему-то неопределенному, то значение не определено. Вот такой вот не очень знакомый комбинатор, комбинатор конструкции. Считается, что в языке есть списки в том или ином виде. Причем обычно это списки такие вот двунаправленные, с равноправными головой и хвостом. Я здесь буду изображать списки в таких вот угловых скобках, потому что квадратные скобки зарезервированы для вот этого комбинатора конструкция. Если мы имеем набор функций, такой вот конечный набор F1, F2 и так далее, Fn, то с помощью конструкции мы строим новую функцию. И эта функция работает следующим образом. Если ее применить к какому-то аргументу, то она построит список из результатов применений всех вот этих функций к аргументу. функции F1, F2 и так далее, Fn, это вообще говоря разные функции. Аргументами функций могут быть списки. И здесь, как и в Лиспе, на самом деле нету никакого каринга. То есть функция применяется либо к одному атомарному значению, либо к списку. Поэтому вот такая конструкция, как правило, применяется для того, чтобы построить список аргументов. Ну и еще несколько базовых комбинаторов. Отображение. Это ровно то же самое, что map на самом деле. Если у меня есть функция F, то комбинатор альфа F это функция, которая, будучи примененной к списку из аргументов x1, x2 и так далее, xn, строит список из применений функции F к элементам списка. Это в чистом виде map. Альфа F это то же самое, что мы в Хаскеле написали бы map F. Такое вот частичное применение. ну и различные свертки тоже есть в качестве таких базовых комбинаторов. Вот такой комбинатор правая вставка. Если применить правую вставку к F, то мы получим функцию свертки списка, некоторую функцию свертки списка, которая работает следующим образом. если эту свертку применить к списку из одного элемента, то мы получим сам вот этот элемент. Ну, а если к списку из большего числа аргументов, то функция F вставляется между элементами списка. и в результате получается свертка. Правая вставка вставляет эту функцию начиная с правого конца списка. То есть сначала применяется вот эта бинарная функция F к двум последним элементам XN-1XN, потом к предыдущему элементу списка и результату и так далее. Это как работает FoldR, ну, или точнее FoldR1, который в качестве зерна использует самый последний элемент списка в качестве начального значения. Есть, правда, и левая вставка, соответственно, это в точности то же самое, что в Haskell FoldL1. Ну, и сами FoldR и FoldL тоже есть. Вот, если еще и какую-то константу дописать в качестве индекса к вот этому обозначению правой или левой вставки слэш или бэкслэш, то мы получим некий вариант с базовой константой, когда вот у меня уже есть некоторое начальное значение, вот эта константа k, и это работает действительно как свертка в Haskell или FoldR или, соответственно, FoldL. Это вот FoldR, правая вставка с базовой константой, и есть и FoldL, левая вставка с базовой константой. Вот, собственно говоря, и все. Это вот все базовые комбинаторы, с помощью которых мы можем из простых функций строить сложные. А дальше говорится, теперь определяйте язык, вводите в него те или иные константы, неявно, в программах они участвовать не будут, в программах будут участвовать базовые функции, введите базовые функции и стройте из них с помощью этих комбинаторов новые, более сложные функции. И у вас получится программа. давайте сейчас попробуем определить такой типичный язык программирования. Ну что, давайте сделаем перерыв небольшой. программирования.